Да, вот ребята молодые здесь сидят, им строить эту Беларусь. Наше поколение многое сделало. И когда я говорю о Конституции, роль Всебелорусского народного собрания я вижу в том, чтобы наше поколение, Вольфовича и Тертиле, Кубраковых даже, несмотря на его молодость, мы могли отойти, не мешать молодежи строить государство, отойти на какие-то запасные позиции, военные меня поймут, чтобы видеть, что происходит в стране. И если кто-то дрогнет, мужики, мы с этих позиций должны подключиться. Совсем вопрос не в том, как они там, ой, Лукашенко хочет тримать эту ладу до смерти. Да, глупость полная. Я, если уж по-человечески, просто хочу хотя бы несколько лет пожить нормальной жизнью. Я ведь ее и не видел. Тот, кто является хоть небольшим руководителем, он меня поймет, что такое жизнью руководитель. Это с утра до вечера над тобой такой груз и такой пресс, что дальше некуда. Поэтому вопрос не во мне, вопрос в том, что будет потом. Ну и третий, а что будет с вами? Что с вами будет? Ладно, пришел какой-то президент. Все хороши, когда идут. Власть портит людей. Это правда. Испортился. И начал крошить, ломать. А что будет с вами, с людьми? А тут горсточка. Нас побольше. Что с ними будет? Чтобы не вернулись в середину 90-х. Вы помните, когда люди боялись в погонах по Минску ходить? Когда я стал президентом, мне пришлось на колено это все ломать. После этих Шушкевичей и нацменов. Вот это не должно вернуться. Поэтому конституцию надо делать. Нормальную конституцию. Без всякого двоевластия. Чтобы президент был президентом, главой государства и так далее и тому подобное. Но все белорусское народное собрание, его надо сформировать таким образом, чтобы оно интересы всего общества представляло. Если вдруг дрогнет кто-то, придут люди новые в погонах, если они там щиты сложат. А ведь так было в мире, не в одной стране же было. Вы же видели. Или предательство по типу Украины, когда президент предал своих ребят, бросил и улетел. Вот тогда Всебелорусское народное собрание должно собраться и принять все решения. Какие это будут функции и полномочия, мы вместе определим.